Добра вам и благополучия! Это обыкновенные герои. Название программы, но за ним кроются люди, конкретные судьбы, их героические поступки. Мы не рассказываем о катастрофических ситуациях в макро- или микромасштабах, происходящих со всей внезапностью случайной беды. Мы рассказываем о поступках героев. Такой поступок – это не следствие долгих размышлений. Такой поступок, как правило, спонтанен и является следствием определенного состояния души человека. Состояние, когда ему хочется помочь ближнему. 1 сентября 2015 года. День знаний в городе Тимошовск Краснодарского края проходит привычно ранним утром. Первый звонок – встреча с классным руководителем и можно расходиться по домам. Двое восьмиклассников – Антон и Даниил, довольные возможностью еще один денек провести без школы, отправляются по домам. По пути для них становится все отчетливее различим запах дыма. Неудивительно, в частном секторе многие жгут костры. Даниил видит дым какой-то. Но я тоже посмотрел вот сюда, вижу дым. Картина, которая предстала перед двумя школьниками секундой позже, заставила их забыть о самой возможности мирного предназначения огня. Неконтролируемый костер, мерно поглощая сухую растительность, неумолимо продвигается все дальше, подгоняемый порывами ветра. Поворот головы в направлении движения пожара и реальность превращается в неминуемый кошмар. В сотни метров автозаправочная станция. До катастрофы остаются считанные мгновения. Вот они, предлагаемые обстоятельства судьбы в их суровом, не знающем компромиссов виде. Ветер гонит огонь по сухой траве в направлении автозаправочной станции. Все это происходит на глазах у двоих подростков, от которых ждать героизма по меньшей мере глупо. Да и что они могут сделать? Вызвать пожарных, но они просто не успеют. Ждать взрыва заправочной станции или все же что-то попытаться сделать? Всех этих размышлений не было. Дети сразу бросились ногами тушить огонь. Пространство, которым успел овладеть пожар, уже исчисляется десятками квадратных метров. Двое подростков, ни на секунду не задумываясь о собственной безопасности, пытаются сделать все, чтобы преградить путь огню. Да мы сразу побежали. Мы не думаем еще, мы сразу побежали тушить. Тушить собственным телом ногами. Стихия непредсказуема, как и человек. Чуть поодаль за тем, как дети борются с огнем, наблюдают двое мужчин. На их лицах нет ни малейшего намека на возможное участие. На них улыбки. Но они стояли просто и смотрели. Они и смеялись еще. А что вполне себе забавная картина. Двое школьников топчутся по полыхающей траве, но дальше еще веселее. Заправочная станция-то недалеко. Для многих очевидно, что такая безучастность взрослых, иначе как преступной, называться не может. Я вообще в шоке. Я говорю, почему здоровые мужчины даже не помогли? Они стояли, усмехались. Чувствуя, что вдвоем им не победить пожар, Антон и Даниил, уже покрытые пеплом, черные от копоти и в опаленной одежде, подбежали к мужчинам с одной единственной просьбой вызвать пожарных. Усмешка взрослых, наверное, навсегда останется в памяти 14-летних героев. Мужчины посоветовали дождаться, пока пожарных вызовут с заправочной станции. Они могли вызвать бы, и все было бы нормально. Не было бы такого большого пожара бы. В подтверждение, казалось бы, мифической догмы о том, что трусость одних всегда за собой влечет удвоенную отвагу других, восьмиклассники делают очередную попытку совладать со стихией огня. Поступок, непонятный для труса, но такой очевидный для героя, остался незамеченным взрослыми людьми. Они уже предпочли убраться подальше от опасности заправки, которая вот-вот взлетит на воздух. Вот она, вполне четко проведенная грань между героем и трусом. В то время как двое мужчин, смеясь, рассуждают о смысле происходящего, двое детей, получая ожоги, спасают, возможно, не один десяток человеческих жизней. Нет, для них это не игра в пожарных, а позиция. Позиция не безучастного к чужой беде человека. Позиция, вам не кажется, обыкновенного героя. Условия, в которых двое детей всеми подручными средствами пытались отрезать заправочную станцию от огня, назвать тяжелыми, значит исказить реальность. Помимо удушливого дыма и буквально горящей под ногами земли, школьникам приходилось испытывать на себе все муки нестерпимой жары. Очень, градусов очень много было. Жар, очень жар. Уже получив ожоги ног и чувствуя, что справляться с огнем становится все труднее, подростки бегут стоящие неподалеку вышки мобильной связи. Но и здесь помочь смогли только советом. Взял, там у них бутылки были, две железки. И мы начали водой поливать и бить. Дети стали обливать ноги водой, чтобы хоть как-то оградить себя от ожогов. Они пытались сбить пламя, бесстрашно борясь со все разгорающимся огнем. Ветер был на стороне катастрофы. Осознание беспомощности заставило 14-летних подростков искать новые пути спасения. Но не для себя, а тех, кто мог стать жертвами взорвавшейся заправочной станции. У меня страха не было, нет как бы. У меня был страх, что заправка может взорваться. Парадокс, но дети в тот момент, когда не сговаривая сделали вывод о реальности угрозы взрыва заправочной станции, скорее всего спасли множество людей. Пары взрывоопасные могло произойти воспламенение с последующим взрывом. Уверенность в катастрофичности каждой потраченной в пустую секунды. Сейчас, когда уже стало очевидно, что самим с огнем не справиться, подвигло детей на, казалось бы, безумный поступок. Искать помощи в месте наибольшей угрозы. Потом уже начало сильно разгораться, и мы побежали на заправку. Сушение пожара в условиях, когда на открытой местности горит сухая растительность, это опасно, безусловно. Но когда на пути огня находится заправочная станция, это уже сродни тому, что смерть хлопает тебя по плечу. Небольшое усиление ветра и времени на то, чтобы убежать, уже не останется. Малейшая искра и взрыв разнесет все в радиусе нескольких сот метров. Сознают ли юные герои эту опасность? Борясь с огнем, сознают. Точно так же, как ее в полной мере понимают те, кто стоит в стороне. На заправочной станции надвигающемуся пожару никакого значения не придавали ровно до тех пор, пока туда не вбежали те, благодаря кому заправка все еще не взлетела на воздух. Здесь восьмиклассники Антон и Даниил смогли вызвать пожарных, до приезда которых, впрочем, времени еще оставалось слишком много. Дорогу автомобилям огнеборцев преградил шлагбаум железнодорожного переезда. Мы сами когда вызвали, мы слышали, что поезд ехал. Было уже понятно, что они застряли. Детям уже не впервой действовать самим, но теперь гораздо легче помощь уже в пути. Сотрудник заправки дал Даниилу и Антону ведра и шланг, с помощью которых, поливая землю, герои смогли сдержать натиск огня вплоть до приезда спасительных пожарных расчетов. До прибытия подразделений помогли очень серьезно. Но и с появлением огнеборцев дети продолжали помогать. Как и раньше, все еще рискуя жизнью, они делали, что могли. Нас встречали молодые люди, которые показали ближайший заезд, где имеется хорошая дорога к проезду. Лишь когда огонь был потушен и опасность уже точно миновала, дети узнали, что от начала и до конца их личная война со стихией, борьба за человеческие жизни в тяжелейших условиях длилась больше двух часов. Мы помогали им от начала и до конца. Неимоверные усилия детей, необходимость двоим восьмиклассникам за считанные секунды найти в себе силы и рискнуть жизнью ради спасения людей. Возможно, кому-то покажется маловероятным, но это следствие брошенной в сухую траву бутылки. Мне кажется, это, знаете, стекла, вот вон стекла. Солнце, пекло может из-за этого нагрелось. Да, наиболее вероятная причина возгорания сухой растительности в подобной ситуации – это стекло. Яркое солнце, сухая погода, разбитая бутылка и эффект линзы обеспечен. Один небольшой, маленький участок возгорания может стать причиной сильнейшего пожара, но только если вовремя не воспрепятствовать распространению. Вот еще один героический подвиг двоих детей. Возможно, они спасли от выгорания целый город. Об этом вслух не принято говорить, да и помыслить даже страшно. Но очевидно, если бы заправочная станция взорвалась, огонь бы распространился повсеместно. В условиях длительной засухи и жары близлежащие дома и деревья вспыхнули бы, как порох, а ветер бы разнес огненную беду по всему городу. Парадокс в том, что всему этому суждено было противостоять детям. Ну, для детей это очень опасно. Ну, должны взрослые. Но взрослые стояли в стороне, когда двое детей, получая ожоги, боролись с огнем. Именно взрослые только после пожара очистили от сухой травы, прилегающую к заправке территорию. И стоит ли сомневаться, что если бы с юными героями что-то случилось, трагедия была бы именно на совести взрослых? У него челка вот здесь, ресницы, кончики вот это, да. Да, один из школьников чуть не погиб, когда бежал на заправочную станцию. Даниил споткнулся и упал лицом прямо в огонь. Только вовремя подоспевший друг смог его спасти от более тяжелых последствий, чем обгоревшие волосы. Он в яму, вот тут в яму упал прямо туда, споткнулся. Что двигало двумя школьниками, которые, забыв обо всем на свете, бросились ликвидировать гипотетическую опасность взрыва заправочной станции? Что это детская наивность? Идти на помощь, когда боятся даже взрослые? Или просто реализация полученных в школе знаний и умений? Вряд ли. Это детский героизм, не знающий ни страха, ни жажды славы. Ну, никакие вот эти вот знания, никакие уроки, никакие беседы не заменят того, что у человека находится внутри. Осознание собственной безопасности, надежда на технологии и опыт – это все фикция. Преамбула злой шутки, которую с человечеством играет судьба испокон веков. Лесной пожар – пожалуйста. Нужно всего лишь не потушить костер. Возгорание в поле – бросьте бутылку, и оно обеспечено. Взрыв заправочной станции – вот он. Осмотрительность, ответственность и осознание опасности – это единственное, что способно гарантировать человечеству выживание как виду. И именно то, чем мы часто пренебрегаем, заставляя героев искать в себе силы бороться с последствиями чьей-то глупости. Этот героический подвиг двоих школьников, несомненно, мог стоить им жизни. Но многие ли из нас захотят ногами тушить огонь ради того, чтобы, возможно, спасти чьи-то жизни? Я не думаю, что каждый первый, второй или третий способен на это. Все-таки это удел героев – бескорыстие и смелость. Но и мы, обыкновенные не-герои, можем сделать многое для того, чтобы наши дети не рисковали своей жизнью. Не бросать окурки, не жечь костры в сухом лесу и доносить бутылки до урн. Не давая тем самым ненасытному огню отбирать у нас поля, леса, деревни и человеческие жизни. Это была программа «Обыкновенные герои». Пока-пока!